МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Екатеринбург встречает этот самый форум. Но сначала хотелось бы вопрос о градостроительной политике. Ваша мастерская, собственно, занимается генеральным планом и документами, которые описывают градостроительную политику в Екатеринбурге. Как вы можете описать в нескольких словах, предложениях, возможно, эту самую политику? Если укрупненно, это целый цикл документов, которые мы создавали с 2015 года, с момента внесения изменений в стратегию социокразвития. Там мы добавили раздел, который называется «Стратегия пространственного развития». Который взял в себе, выбрал основные принципы пространственного развития и направления, которые касательно сети, территории и городской среды. Соответственно, впоследствии мы внесли изменения в генеральный план до 2025 года, поскольку это ключевой градостроительный документ, и он обязан был отразить себе положение стратегического плана. Далее мы разработали концепцию территориального развития Екатеринбурга в структуре агломерации, чтобы посмотреть все связи с городами, спутниками. И, соответственно, позднее включили все эти положения в состав генерального плана до 2045 года. Таким образом, мы учитывали все основные тренды, тенденции по развитию как Российской Федерации, так и субъекта Российской Федерации, Свердловской области, и, естественно, всех городов, которые включены в состав Екатеринбургской агломерации, поскольку мы понимаем, что их население, оно не делимо между собой. Политика все-таки целенаправленные действия. Что должна сделать администрация для того, чтобы этот план, который вы нарисовали, написали, создали, он реализовался? Все основное заключено в нескольких векторах. То есть первый вектор – это обеспечение жилья, чтобы саккумулировать население соседних городов и округов. Соответственно, обеспечение этого населения местами приложения труда. И, естественно, обеспечение всеми инфраструктурными объектами. Это социальные, коммунальные и транспортные. И, естественно, чтобы сберечь здоровье населения и обеспечить его отдых, это формирование устойчивых связей в части природного каркаса и создание искусственного природного каркаса в составе города. Это парки, скверы, бульвары, набережные, которые являются природозаменителями. И все комплексно это является стратегией. Хорошо. Но на что направлена стратегия? На то, что новые территории развивать? Потому что много говорят о центре. О новых территориях меньше говорят, но чем дальше, тем больше. Как вы видите, главные пункты этой самой стратегии? Мы всегда стараемся держать баланс в части развития существующей сложившейся застройки, поскольку всегда есть проблемы с ветхостью, с аварийностью, неэффективно застроенными территориями и с развитием на свободных территориях. Свободные территории, это, как правило, бывшие сельскохозяйственные земли, которые еще в 2010 году стали землями населенных пунктов, чтобы город разостался. Ни в коем случае мы не заходим на объекты природного комплекса, ни на водные объекты, ни на объекты озеленения. То есть сохранить надо максимально. Да, то есть есть и лесной кодекс, и водный кодекс, которые нас обязывают это делать. И всю стратегию мы выстраиваем, исходя из принципов компактности. Именно поэтому город и растет ввысь, поскольку иногда вширь распространяться больше уже невозможно. Но очень много конфликтов как раз с вырубкой связано. Вот как вы можете прокомментировать? Потому что жители жалуются на то, что вырубают деревья. Администрация говорит, что так надо зачастую. Когда благоустройство проходит, когда новые трассы строят, например. Что можно сказать жителю? То есть если касаться именно тех объектов, которые появляются на бывшем зеленом фонде, это объекты в основном важные инфраструктурные. То есть это связи между городами в Российской Федерации, либо между городами Свердловской области, без которых не будет нормального человеческого взаимодействия, без которых не будет транспортировки грузов. То, что касается территорий, где появляется жилая застройка, как правило, это территории, которые не относились именно к объектам зеленого фонда. То есть это были либо искусственные какие-то посадки, либо естественным образом озеленение распространилось. Оно иногда подлежит замещению. Но стоит отметить, что за последние годы высаживаются тысячами деревья в составе новых парков, скверов и бульваров. То есть мы как раз-таки где видим, что должны быть связи, и вот эти ядра анклавы, где люди могут отдыхать, там мы эту природу, естественно, формируем. А там, где есть необходимость для прокладки важнейших связей, то, естественно, там идет вырубка. То есть экология – это часть стратегического плана? И там есть специальные пункты, которые посвящены сохранению экологического баланса? Конечно. То есть если брать даже город Екатеринбург, как муниципальное образование, у нас более 60% территории – это территории земли лесного фонда. Бывшая. Ну, в теверии формате они городских лесов сохраняются. То есть сейчас экология не страдает и страдать не сыграется? Конечно, конечно. Не будет по этому самому плану. Мне кажется, даже если человечество постаралось, чтобы экология страдала, мы все равно никогда не сможем эту сильную природную среду одолеть. Поэтому не стоит стараться. Ну вот опять же, поскольку это комплексное развитие, вот мы же представляем план, как вот здесь нарисовали дома, здесь нарисовали дома, а потом люди опять же жалуются, что не хватает дорог, например, инфраструктуры, социальной инфраструктуры и так далее, и так далее, и так далее. Вот это предусмотрено стратегией развития? Это уже предусматривается генеральным планом. То есть стратегия – это показатели в общем для развития города, а генеральный план – это уже точечные мероприятия, которые должны быть в пользу развития стратегического плана, но конкретно с территориальной привязкой. Как раз, чтобы каждый гражданин мог понимать, где должна быть проложена дорога, в какой срок она должна быть проложена, и при наличии финансирования с бюджетов разных уровней эти мероприятия реализуются. То есть если взять, например, район академический, такой самый яркий пример нового района, это активно развивающийся район, и, естественно, там запланированы все мероприятия, но на текущий момент они реализованы не в полном время, и полный эффект по развитию, например, транспортной и социальной инфраструктуры мы сможем увидеть только когда район развьется целиком. То есть туда планируется подводить еще дополнительное трамвайное сообщение, метрополитен и городскую электричку, которая как раз-таки связывает отдаленные территории между собой, чтобы граждане могли свободно передвигаться по телу города. Граждан пугает слово «планируется», потому что граждане заселяются сейчас, сегодня, а планируются на потом. Когда будут реализованы эти планы, это же не только академия касается, широкая речка, Уктус, проспект космонавтов и так далее. Везде есть какие-то проблемы транспортные. Когда будут решаться? На зависимости от конкретного мероприятия, но за последнее время появилось множество инструментов, которые подразумевают в том числе и внебюджетные источники финансирования, и подразумевают кредитование в пользу именно строительства социальных объектов, социально значимых объектов. Мы активно этими инструментами пользуемся. И если, например, взять комплексное развитие территории, именно как саму процедуру, там прямо в договоре прописывается обязательство со стороны застройщика по строительству инфраструктуры, это позволяет значительно ускорить все проценты по строительству. Если касаться Академии, то вообще проект комплексного развития в свое время был самый крупный в Российской Федерации и сейчас им остается. И, соответственно, на него привлекается максимальное количество федеральных инвестиций. Но районы развиваются достаточно быстро, иногда это не успевает, но тем не менее... Можешь сдерживать тогда развитие районов в плане застройки, скажем так? А сначала дороги построить, еще что-нибудь, а потом уже разрешать строить там высотки? Тут всегда палка о двух концах. То есть мы говорим о том, что есть национальные проекты, один из них как раз-таки нацелен на демографию и на жилье и городскую среду. Соответственно, нам необходимо это количество жилищного фонда вводить в эксплуатацию, то есть это отчетные показатели, это раз, но они же отчетные не просто так, они как раз ради развития городов-миллионников. То есть мы прекрасно понимаем, что у нас основной баланс, которым мы между собой, между городами соревнуемся, это население. Это тот человеческий капитал, который нам надо постоянно копить, чтобы город оставался экономически активным. Город без людей не город. Такое он никому не может. Хорошо. На форуме есть такая секция, которая называется «Демография и градостроительство». Примерно так. Совершенно. Вот. И очень много сейчас говорят о поддержке рождаемости, например. Мы сейчас про миграцию пока не будем говорить. Про рождаемость. Как обеспечить рождаемость с точки зрения градостроительства? Вот прямо на вашем месте сидел отец Минейла. Он говорил, что высотное строительство убивает рождаемость. Надо всех переселять в небольшие дома, и тогда все получится. На ваш взгляд, это получится или нет? Ну, тут сразу скажу, что тезис, который выдвинул предыдущий спикер, он, к сожалению, о статистику разбивается, потому что мы проанализировали города-спутники, где в основном индивидуальное жилищное строительство, и там демографическая ситуация в плане рождаемости, она абсолютно идентична. То есть модель, она тиражируется как от малого населенного пункта, так и до крупного, до региона, до страны. Везде она одинаковая. То есть рождаемость, все ключевые факторы, которые на нее влияли, это еще период Второй мировой войны, это период 90-х годов, то есть когда происходили большие потрясения, которые действительно влияли на саму структуру рождаемости. И у нас есть пики по рождаемости, и, естественно, есть ямы. То есть пик последний у нас был в 2016 году, до этого пик был в конце 80-х, следующий пик ожидается в 45-м году. Естественно, в яму демографическую мы упадем к 30-му году. Ничего страшного абсолютно в этом нет, потому что когда мы падаем в пик, мы понимаем, что это растет следующее поколение, и в него надо закладывать уже новые ориентиры, чтобы оно впоследствии дало в приросте населения даже больше, чем мы. Если посмотреть по статистике, мы дали, наше поколение дало больше, чем отцы. Отцы дали, к сожалению, чуть меньше, чем деды, но там была совершенно другая история. Там часть, соответственно, городов, они носили такой сельский характер. Там совершенно другая была демографическая картина. То есть рождалось порядка 8, доживало порядка 3, но 3 все равно больше 2, соответственно, была восполняемость. В крупных городах, к сожалению, такой тенденции нет, потому что мы уверены в нашем будущем, даже без детей, хотя это такое достаточно ложное заверение, наше будущее – это и есть дети. И на это их надо настраивать. Есть стратегия рождаемости в городах крупных, тем более. Это же мировой тренд, не только наш. А вот если мы говорим по району и про архитектуру, как-нибудь архитектура может способствовать рождаемости? Возьмем тот же самый Академ, о котором мы говорили. Плотная застройка, молодежь в основном живет, она вроде как обеспечена жильем плюс-минус. Это повлияет на то, что Академ будет быстрее демографически развиваться? Тут скорее не сама архитектура, не визуальный ряд, хотя это, наверное, тоже психологически способствует этим процессам. Больше развитие инфраструктуры, то есть чтобы население максимально получало услуги, желательно получало эти услуги бесплатно. В первую очередь мы всегда думаем о следующих поколениях, даже мы как родители ребенка. И нас всегда интересуют именно их мироустройства. То есть, соответственно, это начинается школ, садиков, дополнительного образования, впоследствии получения среднего или высшего образования. Рабочих мест для родителей на месте, а не где-то там в целом. Конечно, то есть это все должно быть для каждого района самостоятельно. И при таком, соответственно, развороте событий мы максимально можем привлечь это население. То есть мы не смотрим, что по всей агломерации мы являемся для населения магнитом. То есть мы где-то стягиваем соседних городских округов, но есть пара городских округов. Это Пешма, это Армиль, это Среднеуральск, это Березовский, которые уже плотно с нами срослись, и там население также растет, как у нас. В остальных население падает. То есть мы можем понимать, что оно падает именно из-за того, что там этих услуг нет, и они стремятся туда, где эти услуги есть. Естественно, заработная плата, естественно, сами места приложения туда. Ну и надеемся, что в скором времени будет развиваться как раз экологическая компонента. На это где-то в последние лет пять делаем упор. Но это такая приземленная тема. Вот вы сказали, что архитектура может влиять в том числе на рождаемость. Про красоту. Как-нибудь план предусматривает создание таких архитектурных объектов, которые будут привлекать к себе молодые семьи, семьи, которые захотят завести ребенка и так далее? Конечно. То есть даже, казалось бы, ранее, то, что можно решить в типовом варианте в виде жилых комплексов, сейчас рассматривается в отдельности каждый комплекс, его архитектурно-градостроительный облик, и, соответственно, нормируются его параметры. И стараемся, чтобы они были максимально привлекательны, но и при этом без резкого роста в цене. То есть смотрим за материалами, которые применяются в строительстве. Ну и вопрос про памятники. Наследие и будущее всегда должен тоже быть баланс, но есть много споров, много конфликтов относительно того, как сохранять памятники в Екатеринбурге. И стоит ли вообще, некоторые говорят, некоторые дома не стоит сохранять, строите новое что-нибудь. Как вы относитесь к этому конфликту? Ну тут, вне зависимости от риторики, их обязательно нужно сохранять. То есть в силу даже с 3-го федерального закона, да. У нас в реестре порядка 850 объектов, это достаточно много. То есть если даже сравнивать с Нижним Новгородом, которому исполнилось 800 лет, у них объектов меньше. Вот, видимо, это определенный нюанс в учете этих объектов и в постановке их на, соответственно, учет. Но могу сказать следующее, что мы рассматриваем даже не историю с сохранением. Эта история, она понятная, она законодательно отнормирована. Мы рассматриваем историю с вовлечением их в обороты. То есть придание нового функционального назначения, привлечения туристического потока для этих объектов, чтобы появились инвестиции, чтобы их можно было привести в нормальный вид. И чтобы они интересовали как граждан, так и гостей нашего города. То есть это, наверное, самая замечательная идея. И в ближайшее время, я думаю, что эти объекты, они заиграют новую историю. Вот есть еще такие объекты, как деревянные дома. Деревянное зодчество, которое теряется в современном городе. И есть идея, есть, кстати, проекты в России, которые реализованы, когда берут эти дома и перемещают в деревню определенную, на определенное пространство, кучненько, скажем так, чтобы их сохранить. Но они были не в центре города. Как вы думаете, это в Екатеринбурге возможно? Тут на самом деле история интересная. То есть перенос объекта возможен только в случае его невозможности сохранения на историческом месте. То есть если пошли грунты, если произошли какие-то стихийные бедствия и так далее. Таких объектов в Екатеринбурге, наверное, не найдется. Но мы с радостью примем из Свердловской области объекты. Есть ряд площадок, на которых рассматривается такое размещение. И как идея, это неплохо. То есть мы готовы вот этим фондам, которые исторически сохранившиеся, восполнить где-то места, которые на данный момент являются пустырями, но могли бы тоже заиграть совершенно другими красками. Хотя бы одну площадку такую. Одна это на Уктусе, рядом с Нижний Северским заводом. А вторая это... Не вспомню, но в концепции те развития мы эти площадки как раз отражали. Спасибо вам большое. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова